Девушки отдыхают Ну похоже это сам ад Так, думаю предлагать испрыгнуть Не имеет смысла, поэтому давайте лучше отправимся В эту комнату и посмотрим Что же у нас там такое А тут у нас странная капсула с человеком И аппараты, исписанными письменами Очень странное и страшное зрелище Ну ладно, эти письмена нас не интересуют Нас интересует этот человек в капсуле, который тут застрял Давайте посмотрим на него Может нам удастся что-нибудь выяснить Итак, осмотрим им тело Там внутри кто-то есть Если бы только могла открыть эту камеру Ну что ж, попробуем взломать эту камеру Берем в руки топор И давай Черт, похоже стекло армированное Ну что ж, похоже не получилось Не фортануло Попробуем открыть эту капсулу с помощью панели Нажимаем на нее И этого человека Смывает Черт, пыталась помочь Я не знаю, что так получилось Да Очень жаль Такой зуб, потому что застрял в трубе Что она делала? Ну ты, похоже, сделала человеческий фарш Из того милого человека Итак, возвращаемся обратно И мы заметим, что тут У нас дрожит труба Только посмотрите, мне кажется, что-то есть Давайте Разрубим ее Берем в свою руку топор И рубим Давай Бей Что ж мы там видим? Фонтан крови И рука того бедного человека Забираем руку Еще одна рука Что за чертовщина? Да действительно, девчонки Что за чертовщина? Почему ты собираешь свой карман В отрубленные руки? Зачем ты это делаешь? Какой в этом смысл? Ну ладно Покидаем эту милую комнату Возвращаемся обратно Обратно в реальный мир И в этом реальном мире Мы направляемся снова В конференц-зал В конференц-зале Мы используем на ноутбуке Вторую видеокассету, которую мы нашли В прошлой серии Итак Пропал офицер Ричард Уальс Профессор Эриксон Разбудил меня вчера утром И мы пошли в гостиную На общее собрание Чтобы судить происшествие Доктор Гудзель сказал, что работал вчера До поздней ночи Когда он обнаружил, что его медицинский лазер неисправен Он пошел искать Уальса Здесь не так уж много комнат Он довольно быстро понял, что Уальса Нигде нет Он разбудил капитана Они вдвоем всю ночь Обшарили станцию Безуспешно Челнок был на месте Мы так не нашли ответы на эту загадку И теперь все на грани Даже я теперь чувствую себя параноиком Напряжен так же, как и они Теперь лишь вопрос времени Кто из них первым сорвется Настоятельно прошу вас Послать сюда новую команду Если эти ребята не уберутся отсюда Будут только хуже Теперь никто никому не доверяет Они подозревают на меня Ведь я буквально недавно появился на станции Даже Сара То есть профессор Эриксон Стала более осторожный разговор со мной Здесь происходит что-то странное Она все больше и больше времени проводит в белой комнате Я знаю, что это ненаучно Но когда я смотрю в ее глаза Там какая-то пустота Мы немного выпили вдвоем с доктором Гудвином Первый после моего прибытия У нас состоялась продолжительная беседа Он у нас какой-то бред Он утверждал, что Уайлс Попал в павленный артефакт, который они изучали Именно Уайлс больше всех Хотел избавиться от него После моего последнего счета Я услышал упоминания Об этом предмете уже несколько раз Дними обитателей станут с ним разнятся И противоречат друг другу Все это меня тревожит Я еще раз прошу вас Как можно скорее выслать новую команду Ну что ж, похоже Этого милого человека не услышали И новую команду не выслали Поэтому все здесь погибли Это очень странно Они говорят о каком-то артефакте Что ж это за артефакт такой-то? Ну думаю мы скоро о нем узнаем А пока что давайте посмотрим на этот шкаф Открываем его И там у нас сгнившие продукты Боже мой, какая мерзость Давайте посмотрим Еда давно сгнила Она воняет Попробуем потрогать сгнившую еду Я не буду это трогать Еще подкачу какую-нибудь заразу Но ты ведь трогал отрубленную руку То есть сгнившие еда для тебя Хуже отрубленной человеческой руки? Какая-то у тебя странная логика, дорогая Ну ладно Сгнившие... Сгнившие пищи нас интересуют Нас интересует этот странный ящичек Забираем его А еще забираем баночку С каким-то напитком Ну что ж Теперь нам больше здесь нечего делать Уходим отсюда вам Ну что ж После того как мы облазили Ящик с изгнившей едой Мы можем отправиться На наблюдательный пункт Здесь есть странный одеял Который движется Надо подойти к нему поближе Может мы Увидим что-то интересное Давайте-ка подойдем Открываем его И что же мы там находим? Мы находим там волосы? Это что японский хор? Хоррор? Какого черта? Ладно, потрогаем за волосы Что там у нас такое? Отрублена человеческая голова Ну кто бы мог подумать? Отрезанная голова? А ты живая? Что с идейские мысли? Ну похоже наша девчонка сходит с ума Раскан думает Что отрублена голова Может быть живой Ну ладно В этой комнате мы снова не нашли Ничего интересного Поэтому возвращаемся обратно В конференц-зал Входим И идем В комнату Которая находится у нас Наверху Заходим в нее И что же мы там видим? Мы видим Кое-что На этой доске Как вы помните В прошлый раз там было Всего лишь две черточки И теперь их уже три А знаете почему Появилась еще одна черточка? Она появилась из-за того Что мы пытались спасти Того человека в трубе С помощью топора Мы проявили милосердие И страдания И поэтому Мы получили Бонус к хорошей концовке Если черточек у нас будет Четыре или пять То мы получим Хэппи-энд А если у нас будет меньше То К сожалению Концовка нас не обрадует Ну ладно Как вы помните У нас была Эта старая видеокассета Ее мы применяем На видеоплеер И появляется видео Что что там такое? Что за черт? Это же я! Да Я тебя пытаюсь толком И вы только посмотрите Нас тоже начали пытать толком Мы слышим ужасные крики Нашей главной героини Но Но мы ее сейчас пока что Не будем спасать Потому что чтобы увидеть Вторую мини-концовку Мы не хотим подождать Пока она умрет От боли Да Вот такая вот Прекрасная Мучительная смерть Ну что ж Давайте-ка Подождем Ну а собственно Мозги нашей героини Поджарились И мы увидели Вторую мини-концовку Спасибо за внимание Вы поджарились Ну что ж Это была только часть истории А сейчас давайте-ка посмотрим На продолжение мучений Нашей главной героини Ну что ж Мы снова стоим В этой странной камере И сейчас мы снова Ставим этот чертов видеодиск В этот видеоплеер Давай Вставляй кассетку И снова мы увидим Наше Поджаренное тело Снова мы удивляемся Мы просто так не будем Лежать и думать О смерти Давайте попробуем спастись Забираем этот Лазерный тесак Проклятие Он не работает Что ж Это не очень-то приятно Поэтому В этот злосик кидаем Лазерный пистолет Прямо в видеоплеер На Получай Мерзкая ты машина Смерти Ну что ж Мы спасены Меня сейчас вырвет Да что это было Это было что-то ужасное Но Пока мы тут лежали На этом прекрасном столике В этой комнате Появились Некоторые вещи Которых здесь не было раньше Например Это вот эти Аккумуляторы Забираем их А также Забираем Образец крови Который лежит у нас на столе И Скальпель Мы собрали Нужное количество вещей И мы Выходим Из этой жуткой Комнаты обратно В конференц-зал Но конференц-зал Изменился От этого холодильника Учет ужасный запах Меня вырвет Да Какой-то странный Холодильничек Что же Отсюда никогда не дать Учет холодильника Ну что ж Это весьма прискорбно Ну я могу сказать Еще одну вещь Этот холодильник Также может показать нам Одну из мини-концовок Чтобы получить третью Мини-концовку Нам необходимо Ходить из комнаты Комнаты Пока наша героиня Не умрет от вони Итак Давайте-ка начнем Ля-ля-ля-ля-ля-ля Наша героиня Стоит посреди комнаты, кашляет И умирает от зловоного запаха А ее мозги расплавляются Да, вот такой вот вонючий холодильник Спасибо за внимание, вы вздохнулись Ну что ж, это была лишь одна из концовок А сейчас давайте-ка продолжим историю Чтобы удачно пройти этот уровень Нам необходимо открыть пол внизу холодильника И посмотрите, вместо ноутбука там какая-то страшная пасть Как-то это страшновато выглядит Ну да ладно, нам нужно как-то вот упасть Скинуть холодильник Для этого нам необходимо подойти к этой цепи И взять топорик Наш любимый топор Применяем его на цепь Давай, бей! Что-то мешает холодильнику провалиться Да, и умешает сгнившее тело Только посмотрите, вот оно Это мерзкое сгнившее тело Которое наша героиня возьмет опять же себе в карман Похоже, оно не из брезгливых Итак, мы забрали тело И холодильник сожрали Да, теперь мы победили Теперь нас Вонь не убьет Поэтому мы можем направляться в комнату Которая находится у нас справа Как вы помните, мы уже собрали голову И вуаля Наша мир-трищина почти готова Осталось только найти ноги И глазки Чтобы получить вырованные глазки Нам необходимо подсоединить Аккумулятор к отсеку питания Но сначала нужно отсек питания открыть Открываем его И подсоединяем аккумулятор Теперь лазер должен заработать Давайте же применим на лазер Эту странную коробочку Итак, лазер его расплавил Лазер прошел к замокной коробки Надеюсь, содержимое не пострадало Ким бы оно не казалось Ну что ж, открываем коробочку И там у нас находятся вырванные глазки Кто бы мог подумать Забираем их И возвращаемся обратно К нашему К нашему милому Трубику Засовываем глазки ему в глазницы Вот так вот И вуаля Осталось лишь найти ему ножку И наша мертвящина будет полностью готова Но, к сожалению, пока что ноги у нас нету Поэтому нам больше нечего делать в этой комнате Мы уходим отсюда И возвращаемся В комнату, которая находится у нас снизу Идем вниз, идем Идем мы, идем Идем мы, идем Сворачиваем мы снова налево Идем прямо в конец комнаты Идем, идем И снова мы идем Да давай уже быстрее Шагай ты Что ж, тут у нас есть программатор В нем мы применяем образец крови Готово Теперь нужно вставить Айди-карту Вставляем Айди-карту Которая у нас тут завалялась где-то Так Вот, собственно И она Применяем Образец ДНК Записан на карту Теперь мы сможем пройти В комнату, которая находится у нас справа Но прежде чем это сделать Мы подойдем к анализатору Потрогаем его Анализатор отключен Из-за наличия ДНК человека Хм, весьма странная надпись Давайте попробуем Открыть эту панельку Загранируем с предупреждением опасности Может не стоило открывать? Нет, открывать стоило Ведь мы же хотим получить Хорошую концовку Поэтому мы Берем скальпель И применяем Его на проводке И что же мы видим? Страшные рожи появились Ну, это странно Не будем Подать подробности Выходим отсюда Итак, с айди-картой мы наконец-то сможем Открыть Ту решетчатую дверь Применяем айди-карту на сканер И дверка открылась Как это прекрасно Как это замечательно Здесь мы заберем, пожалуй, взрывчатку Забираем Взрывчатка это полезная вещь В ней можно много веселых дел сделать И здесь еще можно заметить какой-то Журнал Надеюсь, этот журнал не порнографическое содержание Иначе мне придется делать Цензуру Нет, это какой-то детский журнальчик Ничего интересного Уходим отсюда И тут у нас еще есть Консолька Посмотрим на нее поближе Нет времени играть Как же так? Ты что, я настоящий геймер? Настоящий геймер всегда найдет время Для того, чтобы поиграть Даже Даже когда он находится На космическом корабле Полный кишок И крови Попробуем снова открыть консольку Не хочу Эти старые игры До того тупые Они продолжаются бесконечно Когда не умрешь Или раздолбаешь пульт об стену Да, старые игры Это тут еще хардкор Итак, снова другую консольку Наверное, если же поиграем Но кому это может повредить? Действительно Какого черта? Только не говорите мне Что я попала в игру Нет, милая Именно так Ты попала в настоящую Компьютерную игру Попробуем выйти Но Экран не скроллируется Похоже, здесь застряла Надо найти какой-нибудь другой способ Выйти из игры Что ж Попробуем открыть эту дверку Подходим к ней поближе И Я не вижу ручки Все так пикселизировано Что ж, это печально Пиксели Это зло для нашей героини Поэтому нам остается только Только умереть Снова берем наш любимый топор И применяем его На бочонок с рычаткой Итак Бьем Бум-бам И Гейм овер Мы снова Проиграли Я вернулась Даже вспоминать не хочу Что там произошло Ну, видимо, наши героини Не понравились пиксельные игры Ну, не будем ее за это судить Давайте лучше Давайте лучше посмотрим На этот прекрасный Кровавый след Который идет В эту комнату В морозильник Ну, зайдем его В эту комнату Уже следующей серии Пока что Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Всем счастья и добра До свидания Пу-пу-ти-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-